убрать убрать новостную повестку например российскую сегодняшнюю вы нужно вот ты понимаешь что вот этот это твоя то у меня так пока не получается я все равно слежу за новостями я все равно непонятно на что она надеюсь для меня тот контекст он еще такими клешнями держит и достаточно сильно и я не понимаю зачем почему как бы там ну то есть никакой логики в этом нет он мне не нужен уже понятно что я не вернусь туда в ближайшее время он как бы от него нужно освободиться и с освободиться не получается но все равно прям держит и я понимаю что мне надо что-то с этим делать как-то надо не знаю может быть психологу к психиатру сходить может быть есть какая-то хирургическая операция по отрезанию этой пуповины соединенности но может быть прошло немного лет с моих наблюдений это очень сложный процесс интеграции вот как-то варшаве у нас ребята тоже артисты иногда это очень тяжело перестроиться и начать по-настоящему интегрироваться в новую реальность то есть общаться с людьми учить язык изучать традиции изучать историю культуру но чтобы ну перестраивать себя и понимать в каком контексте ты даже как художник находишься для того чтобы вообще понимать как тебе тоже на что театр допустим это очень зависимая вещь от того где ты находишься то есть язык общество проблемы и так далее ты как художник должен чувствовать этот пульс и понимать как тебе вообще находиться и жить и существовать на сцене и вот как вам кажется вот эти ну люди которые артист уехали из россии ваши коллеги не как-то получается это или все-таки вы тоже там сталкиваетесь все по разному очень рады друг друга ведь если мы где-то там пересекаемся ну или если у кого-то гастроли в риге или у меня там детка строли или мы просто пересекаемся где-то всегда очень радостно друг друга видеть потому что как бы ну есть ну есть какое-то ощущение я не знаю там благодарность что ты не один что еще кто-то что кто-то также мыслит и также также чувствует также воспринимает или воспринимал эту ситуацию а так у каждого по-разному кто-то вообще с легкостью это сделал как бы все шло и прошло все все новая жизнь новая перспектива новый язык новая страна новый но кто-то кто-то мучительно кто-то в каком-то протесте внутреннем находится то что это же тоже ну как бы это же тоже какой-то степени насилия да ты должен себя перестроить раз это насилие значит это тоже как эта форма появляется форма несвободы которые ты погружаешься в контекст вот допустим контекст латвии очень исторической в исторических истоках достаточно трагичных взаимоотношений между россией или там советской россии и латвии ну в польше например то же самое было но в латвии все-таки это совсем прям было кроваво то что больше она побольше латвии на поменьше и как бы те искалеченные судьбы которые произвели оккупанты и советские оккупанты на доверие на каком-то это должен с этим как-то смиряться с одной стороны с другой стороны я как человек понимаю что русский язык это средство коммуникации и запрещать русский язык это как бы лишать нас средства коммуникации он все равно уйдет в каком-то поколении он уйдет он будет не нужен он останется как бы внутри семьи но из и из общения он уйдет уже молодые люди которые здесь заканчивали школу они все прекрасно говорят по-латышски как бы им уже это у них уже нет такой проблемы но когда мы начинаем насильно выкорчевать русский язык только потому что это язык сегодняшних оккупантов украины я считаю это не каким-то не очень мудрым способом бороться со злом а там а наоборот способом который может быть даже вредит вот ну а что я как бы могу сделать как иммигрант в стране которая меня пригрела и дала мне возможность состояться и да еще и играть в театре просто я могу только оставить это мнение при себе и обсудить это с друзьями закончится война и вы вернетесь вот вопрос тоже вы вернетесь ли вы в россию но война в украине это же не как бы не не окончание войны в украине это не причина возврата в россии причина возврата в россии может быть только в том случае если как бы поменяется все все в общем увидение будущего страны нужно говоря там о власти и каких-то силах и течениях которые будут формировать по повестку в зависимости от того какие они будут тогда можно будет начать рассуждать про возвращение приходит условный коробачев но не не знаю какой-то человек который поворачивает всю эту махину это не знаю революции не знаю какие какие угодно сценарий и вот вся эта все-таки эти люди которые которые сейчас живут там кто-то вынуждены кто-то вынуждены кто-то радостно кто-то размахивает флагами с с буквой z но они же не могут так быстро переформатироваться они же там останутся эти люди и и если туда возвращаться то тогда это 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 уже как-то миссионерство должно быть это значит ты засучиваешь рукава и там учишь с ложечки заново какая-то реабилитация достаточно как делать эту работу я лично не знаю то есть я дядь не знаю как как бы как как бы лоботомия что это должно я не знаю что должен как как бы человеку объяснить ты знаешь вот ты тогда был неправ и все это было ужасно то что надо жить по другому я лично не знаю может быть кто-то знает поэтому там если все поменяется как надеть черные очки приехать к друзьям просто пройтись по любимым улицам и пообщаться ну пока только такой вариант что есть театр и там современник например я никогда не вернусь уже точно этот театр который присягнул власти даже личные контакты которые там были они они настолько все искорежены как бы там все уверены что у меня есть какие-то от тайны и мои кукловоды какие-то мои там как они это называют инструкторы какие-то кураторы вот мы какие-то кураторы которые мне платят и Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Добрый день, друзья-недруги. Чулпан Хаматова, по-моему, все-таки уже определилась, что она не будет возвращаться в нынешнюю Россию. Еще год назад она говорила, отвечая на вопрос про Евгения Миронова, что когда он сядет рядом, они могут обсудить его поведение. Она говорила в презумпции того, что он поддерживает де-юре, специальную военную операцию. Да, конечно, де-факто, он так, как и все остальные ее близкие, друзья и коллеги, строен против. То есть это вот читалось даже несколько между строк, в общем, это проговаривалось. Прошло время, и судя по этому интервью, она уже точно решила, что она не приедет в Россию при нынешней конфигурации власти. То есть она рассуждает о своем возвращении в перспективе в другую Россию, в Россию будущего. Где вот такие, как Чулпан Хаматова, снова будут в статусе, условно говоря, кремлевских. Она же народный артист, и я напомню, и Путин Владимир Владимирович награждал. Но сейчас ее Путин не устраивает, в Россию она возвращаться собирается. Но явно не в Путинскую. Ну, поживем, увидим.